Активист из Астаны Дулата Гадил на трое суток стал главным ньюзмейкером страны. Агадил бежал из ИВС. На процессе матерей в Алматы шокирующие показания. Сразу несколько человек заявили о давлении следствия и КНБ. Декоративная активность Аккорды достигла нового уровня. СМИ и блогеры получили команду начать кампанию по дискредитации президента Токаева. В то же время Дариган Азарбаева выглядит весьма респектабельно. Несмотря на то, что в Казахстане есть и первый, и второй президенты, государственные визиты осуществляет спикер Сената парламента. Народ Казахстана должен поверить, что Токаев слабый лидер. Назарбаев выжил из ума, но Дарига остается наиболее адекватной политической фигурой в стране. Токаеву с самого начала в качестве президента была уготована роль мебели. Он должен был скрыть от народа исполнение циничного плана Назарбаева по сохранению власти в семье. Токаев показал, что в Казахстане власть слушает людей и стремится к реформам. Но при этом граждан сразу готовили к тому, что Токаев окажется неудачником. Как и все контролируемые оппоненты Назарбаева, он заведомо обречен на провал. Планируя конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся правительству, поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Но затем Назарбаев выступал с совсем другими заявлениями, что граждане должны сами о себе заботиться. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Ты же государством не советовался когда-то. Токаев рассказывал о необходимости политических реформ и развитии многопартийности. Вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. А Назарбаев потом объяснял, что на самом деле главная политическая сила это только Нур-Отан. Мы говорили, что партия должна активнее участвовать в формировании общей национальной повестки дня. Она должна стать одной из главных движущих сил модернизации, о чем мы говорим. Токаеву пришлось самому подчеркивать свою ничтожность. Месяц назад он издал указ о том, что президент должен согласовывать ключевые назначения в стране с председателем Совета безопасности, то есть с Назарбаевым. Что об этом указе думает народ? Такие несущественные, может, примет решение, но чтобы глобально, так и навряд ли. Ну, так сказать, он все-таки его продукт. Назарбаев, что это еще при Назарбаеве было закреплено законом. Токаева заставили публично это повторить, подписав отдельный указ. Новости о неудачах Токаева наводнили медиа. Он жалуется на саботаж подчиненных, признавая свою беспомощность как лидера. На заседание политического форума «Астана-клуб» Токаева не пригласили. Дорига и ее отец Нурсултан Назарбаев были полноправными хозяевами мероприятия. Конечно, Шал не упустил возможность покуражиться. Я оставил пост президента на пике популярности. В 2015 году на выборах я получил 96% голосов избирателей. И я знаю, что мой уход с огорчением был воспринят нашим населением. Сливной телеграм-каналу «Зенкулак», работающий на власть, подбрасывает информацию о возможных сроках передачи полномочий, усиленно рекламируя план Шапрашты. Известны даже сроки, когда Токаева сдвинут с поста. Транзит президента ожидается к следующей весне. Обращение за отставку Токаева организуют от имени рабочих металлургических предприятий. Работников своих предприятий выгонят кошельки Назарбаева из евразийской группы. При необходимости сгонять врачей и учителей. В любом случае, Токаев покорно уступит пост. Тогда по закону спикер Сената автоматически займет кресло президента. Также его получил и Токаев. Рекламная кампания в пользу Дориги Назарбаева идет полным ходом. Главная задача Аккорды – сфокусировать внимание населения на неадекватности престарелых президентов Назарбаева и Токаева. Итогом станет желание увидеть во главе Казахстана более молодого политика. Конечно, вся медийная машина будет работать на Доригу Назарбаеву. 13 ноября департамент полиции Акмалинской области распространил ориентировку с сообщением, что гражданский активист Дулат Агадил сбежал из изолятора временного заключения. Это уже пятый арест Агадила в текущем году. На этот раз Дулат отбывал срок по административному аресту за якобы неповиновение полиции. Так называемый побег Агадил совершил за сутки до своего освобождения. В социальной сети и СМИ захватила волна комментариев, что случилось на самом деле в нашем сюжете. У нас к вам вопрос. А почему вы решили, что он сбежал? Почему это не могло быть? Может быть, его оттуда выкрали спецслужбы? Камера видеонаблюдения есть там. Там показывают, как он взял вещь. Бумаги собрал, оделся. Закрыл камеру, свет потушил. Спокойно через окно. По накалу эмоций исчезновения Агадила превзошло все текущие события в стране. Это событие наглядно отразило отношение общества к полиции, защитникам режима Назарбаева. Но еще больше обнажило суть системы, ее позорные и слабые стороны. Друзья Агадила и правозащитники единодушно обвинили в провокации сотрудников изолятора и спецслужбы. Мало кто сомневался, что Дулат Агадил стал жертвой пыток и был выкраден из изолятора спецслужбами. Я буду выходить на площадь, если, не дай бог, с Дулатом что-нибудь случилось. Активисты Астаны потребовали встречи с руководством МВД. Решительности и напористости друзей Агадила можно аплодировать. Они искали своего друга до тех пор, пока не получили необходимые ответы. При этом оставался главный вопрос, где Агадил? Не обошлось и без тех, кто решил, что Агадил стал сотрудничать со спецслужбами. Но и это не все. Нередко звучали и самые страшные догадки. Агадил мертв, его убили. Побег Дулата Агадила выявил, насколько массово люди не доверяют силовым структурам. Более того, ожидают от людей в погонах любых преступлений, вплоть до убийств. Но все оказалось намного прозаичнее и удручающе смешно. Это был не побед. Это был акт наглядной демонстрации беспомощности системы. Мен сона дәлелдеп, біздің прокурор, кайымба, ДВД-лар айтат, сен шарбанганша, өзің шарбанган жүрсейш, біз бәрін контрольді устал отырмыз деп. Сон контроль қандай екенен дәлелдеп үшін, өзіме ұсандай ой, тұжырым келдірдімді. Сондықтан, женағы, қашып кететін, ғазмойыншыды болғаннан кен қашып кеттін. Қашып кеткен себебін, женағы, біздің Қазақстанның границасының ашықтырғаны, анжақты Қытайдан қашып кел батыр, Қазақстаннан қашып кеті батыр, Қазақстан қытай өткен жерден басқа Қытай өтіп әткен жоғына, Қазақстан қазасшқыз Қазақтан қазақты қазірден' – Қазақтыр Қазақтан қазақты Құлалың қазақта қазақтан қазақыз. Полиция не считает активистов преступниками. Полиция с народом! Миллиарды тратят на то, чтобы контролировать действия гражданских активистов. Но затем по факту полиция признает их самыми законопослушными членами общества и не считает нужным охранять их в изоляторах. Кто на самом деле являются главными преступниками в стране, известно каждому. Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделитесь своим мнением и вы. Подробнее читайте на страницах 1612 в социальных сетях. По делу матерей вскрываются факты вопиющего давления со стороны следствия и спецслужб на Жазеру Демеуаву и других участников процесса. Содержание в одиночных камерах, люди без имен и званий, кровавый блогер Ренат Кибраев это неполный перечень меры и участников процедуры выбивания показаний у матери троих детей во время заключения. Следователь Толганай Ержанова сбежала в отпуск. Судья Куралай Дарханова и прокурор покрывают садистку. В зале суда заявили о допросе Мухтара Аблязова. Обо всем этом в нашем третьем сюжете. Процесс проходил за закрытыми дверьми в кратчайшие сроки. Снимать в зале заседание запретили. Тройка инквизиции, состоящая из прокурора, следствия судьи, спешно подводила дело к обвинительному приговору. Свидетелей со стороны обвинения опросить не удалось. Многодетную мать Оксану Шевчук на постой пытались связать с якобы экстремистской деятельностью ДВК и лично Мухтаром Аблязовым. Но женщина неоднократно доказывала, что желание выйти на митинг – ее личная инициатива. Это была моя личная инициатива. Как вот я дома хочу попить кофе, я иду и пью кофе. Так что я захотела выступить, поддержать политические вещи. Я пошла и поддержала. Только из-за того, что… Как оказалось, у Облязова на странице это видео, я вообще без понятия. Кто снимал этот челлендж, я тоже не помню. Я сейчас стою здесь перед судом, я понимаю, что многодетная мать ничего такого не сделала. Тем не менее, уже 4 месяца в тюрьме просидела. Но несмотря на то, что Оксана не имеет никакого отношения лично к Облязову, она даже в суде выражала согласие с программами ДВК. Ваша честь, я поддерживаю, я не отрицаю. Ну, конкретно, я поддерживаю детей по борьбе с коррупцией, да, по обеспечению рабочими местами, по повышению зарплат и по пособиям. Недоумение у прокурора вызвало название всенародного протеста «Бастандык», на что Оксана со смелостью высказала мнение от лица всего народа. А почему именно выслушали? Потому что это свобода. В чем свобода? Не, ну понятно, что свобода. Понятно, что у нас есть, что у нас есть по Конституции какие-то права. Чтобы эти права были. Чтобы мы могли свободно выходить, высказывать свои мнения, чтобы после этого нас все из-за этого не сажали. Потому что если я говорила, я говорила правду. При этом я никого не оскорбила. В зале судебного заседания разразился смех, когда от прокурора поступил абсурдный вопрос о синим воздушном шарике. Во всех челленджах, в которых я участвую, везде применяется синий шарик. Объясните, пожалуйста, почему именно синий шар еще? Ваша честь, вот хочу пояснить, да, я просто почему синий шар. Потому что это символ мирного протеста. Потому что я держу вот этот синий шарик и показываю всем, что я никому там не желаю зла, никакого-то беспорядка, еще что-то такое, никому не представляю никакой угрозы. Гульзипа одна воспитывает ребенка, страдающего аутизмом. Чтобы выбить признание, ей сказали, что ее сын уже арестован. Но это не лишило ее смелости говорить правду. Сотрудники ДВД, они ошибаются. Они, вот мы как-то, когда нас забирают в ДВД, все, кто вам дал указания, кто? Никто нам не дает указаний. Это чистый энтузиазм человека. Просто у него на душе накопилось. У кого не накопилось, он не идет. А у кого накопилось, он пойдет обязательно и выскажется. А сотрудники ДВД, они вот как бы заставляли нас, принуждали даже, чтобы мы говорили, что вот нас Облязов послал или еще что-то. Даже Облязов здесь ни при чем, хотя я его очень уважаю. Мы, никто не ходил из нас, вот там на площади все собирались. Ни у кого указаний не было. Все просто шли, ими двигало вот это убеждение. Вот это желание сказать правду. Крайней степенью выражения экстремизма судья посчитала этот ролик. Он был заслушан в суде в качестве улики. Чтобы поддержать аутистов, чтобы рассказать всему миру, что есть такая проблема. У нас тоже есть такая проблема. Наш спикер, Дарья Ганазарбаева, назвала этих детей уродами. Мы не согласны с ней. Мы за мир. У нас есть выбор. У нас есть выбор. А что такое синий шарик? Синий шарик – это символ, знаете, символ чистоты, воздушности, свободы, наверное. Но это цвет нашего флага, это цвет неба. Поэтому во многих странах... И синий шарик – это символ именно, который во всем мире признали, что синий шарик, он будет символом именно дня аутистов. Следователь Ержанова обманом получила от Джазеры Демеова и признание в причастности к ДВК. На нее давили, угрожали безопасности детей. Женщина пережила сильный стресс. После первого мая митинга я удалила полностью телеграмму, я больше там не сидела. Но они сказали, раз ты там сидела уже, хотя бы там пару что-то написала или зачитала, то уже участник ДВК. А кого ты знаешь еще, так сказать? Я говорю, ну только Оксану знаю. Оказывается, этим я подставляю не то что себя, но я и Оксану, и Курсику от того, что я их знаю. Второй день же у меня начались звонки. Начались звонки к моим детям. Сказать, говорят, уговорить мою маму, не вдумали вменять показания. Потом уже стали посещать меня. Всем очень большое спасибо. Я думаю, девочки присоединятся ко мне. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодаря вам всем мы не падаем духом. Мы не сдаем друг друга, мы поддерживаем. Не в чем сдавать друг друга, мы просто говорим правду. И за эту правду нас преследуют. Приговор вынесли без прения и даже не дали последнее слово. Все четверо получили год условно. Маленькая победа урожатся. Большая, когда нас начнут заправдывать. Остангел! 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 Ну а на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова